с вами николай пивненко в проекте дата 8 марта международный женский день ну и конечно же сначала всех кто имеет непосредственное отношение с праздником милые наши дамы пусть у вас все сбывается как говорится ты женщина и этим ты права по официальной версии праздник связан с маршем пустых кастрюль который состоялся 8 марта 1857 года в нью-йорке тогда женщины которые работали на так называемых текстильных красительнях протестовали против плохих условий труда и низких зарплат во время марша они били в эти самые кастрюли треба предоставить им 10-часовой рабочий день вместо 16 часового равную с мужчинами заработную плату и избирательное право эта же версия говорит и про известную немецкую коммунистку клару цветкин именно ее часто называют женщиной которая и основала фактически этот праздник в 1910 году на форуме женщин в копенгагене цветкин призывает мир учредить международный женский день 8 марта она имела ввиду что в этот день женщины будут устраивать митинги демонстрации и тем самым обращать внимание общественности на свои проблемы любопытно что выходным в нашей стране этот день стал только 1966 году в этот день появились на свет 1922 год евгений семёнович матвеев актер и режиссер постановщик фильмов почтовый роман любовь земная судьба особо важное задание победа лауреат государственной премии ссср 1941 год андрей александрович миронов рождается в международный женский день актер театра и кино человек которого называли актером от бога любимец публики сгоревший в самый пик своей творческой деятельности в 1945 году появился на свет александр адабашьян сценарист режиссер и к тому же знаменитый берри морсер 1957 год день рождения синтии рот так американской каратистки и актрисы или наверное актрисы и каратистки события дня 1722 год по указу петра первого петербурге начинаются систематические наблюдения за погодой впрочем дата условно но через два года была образована первая в россии метеорологическая станция в середине 19 века насчитывалось уже 50 метеорологических станций а концу века это была лучшая сеть в мире 1809 год выходит свет первая книга басин ивана крылова так часто человек в расчетах слеп и глуп за счастьем кажется ты по пятам несешься а как на деле с ним сочтешься попался как ворона суп 1921 год открывается 10 съезд ркпб который примет решение о переходе к так называемой новой экономической политики это политика временного перехода капиталистической экономики с целью подъема хозяйства и урегулирование социальных и политических проблем читаем мы в исторических справочниках 1940 год город пермь связи с предстоящим 50-летием председателя совнаркома ссср вячеслава михайловича молотова переименовываются в его честь но горожан естественно никто не спрашивал в 1957 году вернут родное имя которое он получил еще в 1781 году 1968 затонула подводная лодка к 129 приблизительно северной части тихого океана это 750 миль от острова гавайи уаху на глубине 5600 метров погиб весь экипаж составе 98 человек одна из версий столкновение с американской атомной подлодкой 1988 год семья овечкиных 11 человек совершает попытку захвата пассажирского самолета ту-154 он выполняет рейс иркутск курган-ленинград цель простая попасть за границу в результате теракта погибает бортпроводница и три пассажира 7 сыновей входили в известный семейный джазовый ансамбль который назывался 7 симеонов коллектив получил широкую известность об овечкиных писали в прессе даже был снят целый документальный фильм мол какие они молодцы семья жила в иркутске в двух трехкомнатных квартирах что им мешало непонятно ну и самое последнее 1963 год никита хрущев выступает с речью свердловском зале кремля высокое призвание литературы и искусства которое оказывает давление на свободу мыслящих писателей нашему народу говорит лидер страны нужно боевое революционное искусство делает ряд выпадов против оренбурга евтушенко орнеста неизвестного творчество которого называют тошнотворной стрепной много хрущев говорит и о музыке признается что лично ему нравится песня рушничок но а джаз это музыка от которой тошнит возникает колики в желудке но как тут не вспомнить великое выражение на вкус и цвет товарищей нет пускай даже на самых высоких постах с вами был николай пивненко в проекте дата